Всем огромный привет! И сегодня я бы хотела рассказать более подробно про курсы, о которых упоминала в прошлом видео, потому что я увидела интерес, спрашивали в комментариях, спрашивали и в личных сообщениях, поэтому рассказываю. А также расскажу, почему я отказалась от некоторых продуктов. И небольшая предыстория. Сейчас я учусь на двух курсах, и если обобщить, они связаны с психологией. И вообще моя история взаимоотношения, скажем так, с психологией началась довольно давно. Я про это тоже писала пост в Инстаграм. А кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграм. И я постараюсь писать туда больше полезных и интересных постов. Поэтому обязательно подписывайтесь. Так вот, мое знакомство с психологией началось где-то лет в 14, когда первый раз мне мама дала книгу по психологии Джона Керха «Подсознание может все». И я просто влюбилась в психологию, я стала ее изучать с разных ракурсов. Но моя любовь была, знаете, такая волнообразная. То я несколько лет с головой уходила и изучала разные приемы, техники, виды психологии. То просто падала на дно и вообще не хотела уходить. Абсолютно другие какие-то увлечения. Потом все-таки возвращалась. И так было несколько раз. И сейчас в очередной раз ревернулась. В этот раз мне захотелось больше погрузиться в медитации и само знание, как работает наш мозг. То есть, как можно управлять, разобраться, как работают гормоны, как вот это вот все там взаимодействует, что мы испытываем, как и как этим всем управлять, как этим всем влиять. В общем, это курсы личностного роста. Если говорить про первый курс, он называется «Медиториум». Если вы загуглите, я думаю, вы найдете очень много информации про этот курс. Он про медитации, понятно из названий. И если честно, с медитациями первый раз я столкнулась где-то 7-8 лет назад. Я попробовала медитировать, но если честно, мое знакомство было недолгим. Потому что, как, наверное, и многие, кто не практиковал медитации, представляют медитацию, что это нужно сесть, приблизительно в такую позу, соединить пальчики вместе, закрыть глаза и очистить ум. И ни о чем не думать, может быть, под какую-то легкую медитативную музыку. Я думала точно так же 7-8 лет назад. И поэтому моя медитация, точнее, моя практика медитации была недолгой. Я промедитировала всего где-то около месяца, и потом как-то мне стало скучно, и эффекта я никакого не видела от слова «со», а все. Ну, может быть, мозг успокаивался, но, если честно, это было больше как будто надуманно. То есть действительно результата вот этих медитаций я не видела. И я это дело забросила. Сейчас я захотела вернуться, потому что поняла, что в медитации нужно обязательно найти человека, который тебя проведет через эти медитации, который научит медитировать. Приведу такой пример. Например, вы идете в кафе или возле кафе, и видите, как кто-то ест шоколадный торт. Супер красивый и, видимо, невероятно вкусный. И вы хотите дома сделать такое же. Вы же можете, да? Вы делаете, но получается совсем не то. А все почему? Потому что у вас нет рецепта, вы не знаете, как правильно готовить его. Вы не знаете, как сделать точно такой же торт. Да, вы можете взять шоколад, потому что он вроде бы был шоколадный. Ну, потому что вроде во всех тортах она нужна. Ну и все. Так и медитация. Если нет наставника, если нет, скажем, рецептуры, как медитировать, который вас научит это делать, который проведет, покажет, как погружаться в это состояние, как нужно проходить через это, эффект совсем не тот. И на этот курс я пошла, потому что Фед, который является наставником медиториума, проводником, он очень откликался мне по ценностям и взглядам на жизнь. Мне откликались его мысли по поводу медитации и так далее. Я долгое время следила, где-то около года, наверное, и в итоге решила пойти на курс. И на самом деле ни капли не пожалела. Мне очень нравится, и я вот уже медитирую практически два месяца каждый день. Правда, были перерывы у меня в медитации на несколько дней, вот пока мы как раз-таки отдыхали и заболели. Там видео здесь, кто не видел. И получаю тут просто невероятное удовольствие, и я прям чувствую, как они действуют. Если говорить более подробно про этот курс, то там есть небольшие блоки теории, и после каждой теории, скажем так, после каждого урока есть медитация на проработку этой теории. Например, там прорабатываются обиды, злость. В общем, человек попается в себе и прорабатывает это через медитации. Ведь когда ты работаешь с собой через медитации, ты меняешь себя, и меняется мир вокруг. Благодаря этому курсу я на самом деле лучше стала понимать себя, чуть-чуть больше разобралась в каких-то обидах, застарелых, скажем так, которые тянутся еще где-то с детства. Подоставала некоторые такие очень уязвимые для меня моменты. В общем, мне очень действительно нравится, как проходит этот курс, и он уже вот на самом деле совсем-совсем-совсем скоро уже закончится. И я прям уверена на 100%, что медитации я оставлю. Конечно, для меня медитация пока на таком очень начальном уровне, то есть я их прохожу только с проводником, следуя за голосом и выполняя. Но я учусь, и я уверена, что дальше я буду развиваться и смогу уже пойти самостоятельно в медитацию. Также мой ум, конечно, стал спокойнее, я стала более спокойно реагировать на какие-то внешние обстоятельства, даже когда что-то происходит критическое или нехорошее, что мне не нравится. Это очень большой плюс. Но на это также влияет и второй курс, который я сейчас прохожу. Он называется «Проявись», идет его Марина Конова. Замечательный мастер, замечательный просто гуру. Не знаю, я ее очень-очень ценю сейчас и уважаю, и благодарю просто за все знания, которые она дает. Я недавно стал за ней следить, где-то около года точно так же, но восторгаюсь всеми ее знаниями и вот сейчас впитываю все, что она дает. Еще раз повторюсь, этот курс уже больше про то, как работает мозг, какие гормоны где на нас влияют, как нам управлять нашим мозгом и вся вот эта нейромагия, как она работает, как работает нейроингвистика, как работает телесная терапия, что у меня в последнее время тоже стало очень интересно. Это такой большой-большой набор разных практик, которые ты чувствуешь после даже одной практики, то есть сделать ее единожды, ты уже чувствуешь прям результат. То есть, если можно так сказать, обобщить, сейчас я решила погрузиться в такой именно практический аспект психологии. Я именно прорабатываю какие-то в себе моменты, блоки, застоявшиеся там обиды, подавленный гнев и так далее, и так далее, и так далее через разные практики. На самом деле наш мозг удивительная штука, как он нами управляет, это все очень интересно отслеживать и замечать, а также учиться управлять ими. Я уже упоминала в предыдущем видео, что я немножечко так даже, ну не то чтобы жалею, но иногда грущу по поводу того, что я все-таки не пошла учиться куда-то, что связано с психологией, потому что это прям вот моя душа, но мне это очень-очень нравится. Я прям погружаюсь в это, изучаю, пробую, я просто в полнейшем восторге. И я видела в комментариях, что тоже многие сталкиваются с такими похожими проблемами, что с ребенком в пудовухе ты попадаешь в день с рука, все одинаковое, все одно и то же, уже просто ничего не радует, даже все раздражает. Но мне кажется, тут любое занятие, которое именно вам нравится, которое вам откликается, может помочь выйти из этого состояния, хотя бы чуть-чуть. Главное уделять время себе. Вот мне очень отвлекается психология, поэтому я дырнулась головой туда. И действительно мне она помогает. Если вам нравится и отвлекается психология, то обратите внимание на эти курсы, мой совет. Но если вам отвлекается что-то другое, не знаю, рисование, танцы, что угодно, посмотрите в сторону своих увлечений, и мне кажется, этого может помочь. И теперь более подробно, почему же я отказалась от некоторых продуктов. Я уже почти два месяца не ем мясо, сахар, молоко и не пью кофе. Я на самом деле к этому шла довольно постепенно. Я постепенно стала замечать, что употребляя эти продукты, некоторые, по крайней мере из них, я чувствую себя, ну, может быть, не совсем хорошо. И если я ограничиваю в употреблении, то я чувствую себя лучше. Но на самом деле, если говорить откровенно, то я очень щепетильна в выборе еды. Я очень радую за полезное питание, за полезную пищу. И поэтому я уже давно читала, что, например, молоко, оно довольно неполезно нашему организму. Но я никак не могла свыкнуться с мыслью, что я когда-то его не буду пить, потому что оно мне очень нравилось. Но потом постепенно я стала его сокращать. Как-то это происходило само, без какой-то силы воли. То есть постепенно я уменьшала и стала замечать, что как только я выпиваю молоко, то тут же начинаются какие-то проблемы с кожей. Тут же какие-то кучи высыпаний, да и в животе, может быть, не так идеально, как было. Также с мясом. Я стала замечать, что, в принципе, в последнее время мне не доставляет удовольствия есть мясо, потому что, ну, как-то, если прям прислушиваться к своим каким-то телесным ощущениям, то, ну, как-то становится тяжелее. Наверное, многие из вас знают, что это очень тяжелый продукт для нашей пищеварительной системы, что мясо переваривается около 12 часов в нашем организме, но это на самом деле очень-очень тяжело. Каждый сам себе отвечает, наверное, на этот вопрос, почему конкретно он не ест мясо. Но в целом мясо – это все-таки такой продукт умершего животного, и он обладает низкими вибрациями. А люди все-таки, которые практикуют это, происходит на высоких вибрациях, и поэтому, если хочется достичь большей результативности именно ощущений от разных практик, от практик медитации, то мясо, ну, в принципе, как и рыбу советуют исключить. Я же все-таки пока исключила только мясо, и рыбу даже пока не планирую исключать, даже, наверное, не то, что пока, а вообще не планирую исключать. Также и молоко, и мясо, как и, в принципе, и сахар, и кофе, они очень сильно влияют на наши внутренние органы. Например, кофе вымывают очень много полезных минералов и витаминов, и вообще, в принципе, так как она очень сильно выводит жидкость, надо пить гораздо больше чистой воды. Сахар в целом не полезный продукт, я думаю, тут даже говорить не стоит. Кто-то говорит, что он даже там и канцерогенен, и он поддерживает и воспаление в организме, то есть если даже что-то есть, начинает это все больше-больше воспалять, назовем это так. К слову, я как-то легко отказалась от всех этих продуктов, и, наверное, потому что вот именно постепенно к этому подходила, постепенно подходила к мысли, что что-то мне не нравится. Выпью кофе, сердце стучит, какое-то все не то, ощущение тяжеловато, а этот запал длится всего час, а потом, наоборот, устрашение. Просыпаться стало гораздо хуже. Мне не нравилась реакция моего организма на кофе, когда я стала именно пить на постоянной основе каждый день с утра кружечку кофе. Я поняла, нет, я не хочу, я хочу что-то менять. От мяса тяжело, от молока заметила тоже пагубное влияние на мой организм. Единственное, сахар я в принципе не ел, поэтому сахар я практически ничего не поменяла. Я просто стала чуть-чуть еще более серьезно следить, чтобы не есть его где-то в тортах, например, и в булочках. И вот когда начались курсы конкретно Медиториум, там тоже было про пользу здорового питания и отказа от многих продуктов. И я подумала, что это отличная возможность соединить свое желание с таким кинком внешним и отказаться от этих продуктов. Да и то для себя я решила, что исключаю эти продукты полностью на два месяца, чтобы прочувствовать весь эффект от курса, скажем так, взять полностью все. Все. Дальше я буду смотреть по своему состоянию. Я для себя решила пока так, что молоко я, наверное, не хочу возвращать, мне прекрасно без него. Я пью заменители молока, растительное молоко, мне очень понравилось миндальное молоко, и я все чувствую просто превосходно. К мясу я тоже возвращаться не хочу, но, может быть, если мне когда-нибудь что-нибудь захочется, возможно, я и попробую. То есть я не хочу быть таким прям заядлым скептиком, что нет, нельзя. Вот. Но, в принципе, я пока его есть не хочу. Так же, как я хочу употреблять кофе. Сахар, как я уже говорила ранее, у меня не стоит проблемой не есть его, потому что я его не ела и до этого. Иногда в качестве какого-то подсластителя я добавляю себе натуральный сироп, сироп агавы или сироп топинаба, что-то такое. И мне, на самом деле, очень интересно наблюдать за таким собственным экспериментом, над собственным организмом, как я себя буду чувствовать, как я себя уже чувствую, что будет дальше. Потому что, если сравнивать, наверное, до начала курса, когда я не практиковала медитации, не практиковала всякие другие техники, употребляла мясо, молоко, кофе, то сейчас я чувствую себя гораздо лучше, я чувствую себя бодрее. Я легко встаю утром, абсолютно легко, даже с учетом того, что я, на самом деле, сейчас стала вставать в 5.30 утра каждый день, чтобы попрактиковать, чтобы помедитировать, чтобы сделать какие-то другие практики. Потому что с двумя детьми в течение дня, на самом деле, это практически невозможно сделать, поэтому я сделаю это с утра. Я встаю, пока все спят, муж спит, дети спят, можно заняться с собой, можно уделить себя часа-полтора времени, что я и делаю. И, на самом деле, я отдыхаю за это время и набираюсь каких-то сил и энергии гораздо больше, если бы я эти полтора часа доспала. И получилось, наверное, немного суммурное видео, пока дети заснули, они, на самом деле, уже проснулись, так что мне придется заканчивать это видео. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok